здравствуйте в эфире программа что если и меня интересует один важный вопрос что если бы библию написали на русском языке а наш эксперт сегодня священнослужитель владимир аркадьевич крупский здравствуйте владимир аркадьевич здравствуй лиза я знаю что вы знаете я английский прекрасно немного немного и интересный вопрос как часто вы читаете библию на английском стараюсь ежедневно вау хотя бы одну главу две главы в день читаю на английском языке это дает хорошую практику это дает не забывать язык потому что раньше практиковал больше сейчас меньше поэтому это моя практика и в связи с пандемией не так часто видишься с англоязычными людьми наверно хорошо владимир аркадьевич я хочу обозначить три правила в нашей студии нашей программе первое правило звучит так чтобы вы рассказывали мне просто и доступно постараюсь моего понимания второе это чтобы нашей студии звучал один вопрос а значит и один ответ и третье вам нужно рассказать поставленный вопрос за три минуты а давайте я напомню вам вопрос что если бы библию написали на русском языке и когда вы будете готовы скажите мне я поставлю наш таймер пробуем давайте лиза что было бы что если бы тебе твой любимый человек сказал что он тебя любит на другом языке я бы надеюсь поняла это и постаралась бы ответить да я думаю что в этом проблема никакой нет если бы библия была написана русском языке это все равно что написано манускрипты на греческом языке или на древнееврейском языке на иврите это что мы сегодня понимаем ее это говорит об одном у бога была особая своя идея в отношении этой книги поэтому бог старался дать ее на том языке который был в то время доступен но он стал языком который был переведен на множество языков всего мира если говорить что каким был язык написание это не имеет большого значения сейчас потому что основная идея что бог в библии дал откровение своей воли и язык написание библии он удивительный я немножко дальше скажу об этом если говорить о воле божией во втором петра 1 глава 20 стих написано такие слова зная прежде всего то что никакого пророчества в писании нельзя разрешить самому собою ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой на извлекали вас святые божьи человеки будучи движим и духом святым каким бы они языком не писали они были движим и духом святым это основа второе язык написание не имеет особого значения ибо основной язык на котором бог передавал свою весть я в этом убежден я так понимаю это язык любви а он понятен гораздо больше чем просто язык которым мы читаем тексты и для этого есть хороший хороший отрывок во втором послании апостола павла к тимофею 3 глава с 15 стиха павел говорит при том же ты из детства знаю священные писания которые могут умудрить тебя во спасение веру его христа иисуса все писание богодухновенно и полезно для научения для обличения для исправления для наставления в праведности то есть бог заложил такую идею интересную которую человек может понять на каком бы языке он не читал потому что бог это сделал доступным и 3 идея бога чтобы всякому племени колено языку и народу весь которую он передает она была понятна и писание говорит галатам 4 глава но когда пришла полнота времени бог послал сына своего который родился от жены подчинился закону чтобы искупить подзаконных дабы нам получить усыновление вот это и есть основная идея и поэтому язык написания библии он сейчас не имеет уже какого-то значения потому что мы понимаем основной язык бога открытой в этой книге это язык язык любви его язык добрых намерений бога по отношению к человеку я верю что сегодня каждый человек знатный не очень богатый бедный он может понимать то что написано было богом спасибо большое владимир калич вы прекрасно уложились время прям в секунду в секунду давайте с вами подведем небольшие тезисы то что неважно какой язык ты знаешь носители какого языка главное то что бог дает нам это понимание позаботился о том чтобы для тебя для каждого племени колено языка и народа это было понятно да и не важно что ты не понимаешь другой может быть это совершенно верно даже если ты встречаешь христианина на другом языке ты поймешь что тебя соединяет с ним божья любовь может быть как основной момент то что движимые богом люди движимые духовным люди они передавали текст этот же дух святой сегодня работает с каждым человеческим сердцем да вы совершенно правы спасибо большое владимир кайф что вы были сегодня с нами в студии очень интересная тема и необычный ответ и прежде чем прощаться дорогие зрители я хочу вас попросить присылать ваши вопросы но есть небольшое пожелание чтобы вопрос начинался с слов что если а мы с вами прощаемся до следующей программы до новых встреч